здравствуйте мои уважаемые подписчики гости моего канала люди забежавшие впервые ко мне на огонек я всем очень рада и спешу сегодня с вами поделиться цветение моей новиночки фиалочки которую я совсем недавно показывала еще с очень маленькой деткой в распаковке в своей в одном из видео ссылку на это видео я оставлю в описании фиалочка была куплена небольшой деткой и один из моих подписчиков высказал такое пожелание в комментариях показывать цветение тех деток которых мы видели вот такими маленькими юными уже цветение взрослых растений вы знаете иногда бывают эти цветения не очень внятными первый-второй раз когда цветет фиалка но в этом случае я вот вижу на этой конкретно розеточки это первое цветение может быть она цвела у тех людей у которых я покупала эту фиалку первым цветением не знаю честно говоря не знаю но у меня она расцвела вот так вот несмотря на лето очень все видно очень наглядно и поэтому я спешу вам ее показать хотя еще раз повторюсь бывает такое цветение когда не особо то есть что показать первым вторым цветением очень часто фиалки цветут не по сорту или не совсем по сорту или мелкими цветочками их как правило сразу убирают дождавшись того как цветок распустится и ты увидишь что это конкретный сорт правильно расцвел цветы как правило убирают чтобы дать розетки набрать силу и уже там третье цветение у некоторых фиалок второе и все последующие идут по сорту красивые показывают все сортовые прелести но вот данный конкретный сорт красиво и правильно зацвел у меня сразу хочу познакомить вас с фиалкой сорта и к капюшон медузы вот такая прекрасная фантазийная фиалка новинка 2020 года посмотрите какие крупные красивые цветы несмотря на то что эта фиалка цветет вот так вот первый раз я показываю вам практически такое вот таинство первое цветение фиалки еще раз повторю фиалка екатерина коршуновой и к капюшон медузы крупные фиолетово-синие звезды с малиновыми огоньками фэнтези и широкой осветленной бахромчатой каймой выставочная зеленая розетка стандарт цветение пушным букетом вот эти вот точки горошинки огонечки на фиалке более розового цвета это и есть фэнтези горячо любимые мои фэнтези я очень люблю фантазийные фиалки вот с таким рисунком един это вот я вам прочитала авторское описание этого сорта и как капюшон медуза здесь должна быть белая осветленная кайма каймы у меня пока вот такой ярко выраженной нет я вставлю вам фото фиалки девочек у которых я брала этот сорт и вы увидите что там присутствует четко выраженная кайма у меня пока нет она кайма есть ее видно вот даже больше с обратной стороны у фиалки но она тоненькая вот на этих вот цветочках видно что это пока тонкая тонкая вот здесь вот каемочка проходит совсем по краешку я думаю что это скорее всего особенности именно того что это фиалочка вот и цветет первый раз это во первых а во вторых она все таки вот свои свое цветение выдала как раз в жаркое лето может быть еще и из-за этого ушла вот такая вот белая кайма и ну исчезла потому что было достаточно жарко а жара для фиалок вообще действует на фиалки вернее жара действует губительно и размываются очень часто красивые вот эти вот какие-то признаки у фиалки либо кайма либо фэнтези но думаю что вторым третьим и последующим цветениями она мне уже покажет свою красивую кайму мне всегда очень любопытно почему так или иначе называет автором свои фиалки потому что похожих фиалок очень много сортов фиалок очень много и конечно автором нужно постараться придумать неповторимое какое-то название придумать неповторимую фиалку для того чтобы быть ну лидером в этом направлении вот такое у такой красивой и необычные фантазийные фиалки очень красиво необычное имя капюшон медуза само по себе животное медуза очень красиво очень необычно очень загадочно о медузах очень много легенд вспомним знаменитую медузу гаргону медуза с красивой женской головой да вместо волос у которой были ядовитые змеи которая завораживала людей своим голосом но это мифическое существо однако медузы которые водятся в морях и океанах не менее прекрасны чем эта фиалка они прекрасные формой своей и как раз тело медузы очень похожи на такой зонтик на капюшон бывают очень красивым тоже имеет фантазийные окраски имеют очень красивые цвета этой окраски несмотря казалось бы на такой примитивность у этого животного да очень радует глаз очень красиво и очень загадочно очень плавно красиво медузы плавают в воде и радуют нас вот такой вот своей окраской своего тела своего зонтика своего капюшона видимо именно этой навеяла автора этой прекрасной фиалки екатерина коршунова на создание вот такой красавицы я всем советую такую фиалочку в коллекцию эта фиалка достаточно новая как она себя ведет в моих условиях я вам буду обязательно рассказывать потому что внешний вид фиалки ту как она себя чувствует очень зависит от условий в которой в которых она содержится поэтому я вас буду знакомить и с удовольствием рассказывать вам об этой фиалочки есть еще у меня несколько фиалок из той закупки которую я вам показывала одной из последних моих распаковок и с ними я вас тоже познакомлю спасибо за то что забегаете на мой канал за то что поддерживаете пишите очень теплые комментарии я вас за это от всей души благодарю забегайте на мой канал подписывайтесь я вам буду очень очень рада с удовольствием отвечу на то что я на те вопросы о которых я могу рассказать если чего-то не знаю я с удовольствием поищу на них ответы спасибо вам большое за то что провели это время со мной берегите себя в наше неспокойное время всем пока что вы можете видеть